Улицы Наринмара предложили называть в честь окружных сел и деревень. Такой инициативой выступили активисты некоммерческой организации «Андекское землячество». В ближайшей перспективе планируется составить перечень населенных пунктов, имена которых могут присвоить улицам Наринмара, а также подготовить информационные справки о них. Поставьте памятник деревне на Красной площади в Москве. И вот это наше предложение, наверное, вот такой наш памятник нашим деревням. Потому что все деревни связаны, каждый житель. Вот я родился в Андиго, у меня паспорт и штамп, ты же родился в Андиго. Я горжусь этим. Гордиться действительно есть чем. В годы Великой Отечественной войны на фронт из Андиго ушло 45 человек. Не вернулось 31. Жители Андиго воевали на Карельском, Ленинградском, Волховском, Прибалтийских и Украинских фронтах. Победу ковали не только на фронте, но и в тылу. Вся тяжесть легла на плечи женщин, стариков и школьников. В память о сражавшихся на полях брани, а также тружениках тыла. На средства гранта, которое в 2014 году выиграла организация, в центре поселка установили памятник. На трех мраморных плитах значится более 300 имен уроженцев деревни. Кроме красивой стелы с именами героев поставили ограду, установили скамеечки, разбили цветочные клумбы. И если у деревни Анди, по словам председателя организации Петра Хабарова, есть будущее, то немало в истории округа исчезнувших деревень – Черной, Никицы, Хабарова, Сопка и другие. Поэтому присваивать городским улицам название населенных пунктов вполне справедливо, поскольку многие жители города являются выходцами сельской местности или связаны с селами историческими корнями. Я считаю, что вот эта инициатива, наверное, применительна для всей России даже. Потому что деревни забываются. В частности, их закрывают официально. И кто потом вспомнит. И вот мы еще предложили там, когда уже документы были направлены, предложили, чтобы на первом доме улицы краткую историческую справку о деревне. Чтобы знали, откуда это взялось название. Такая табличка на здании с указанием названия улицы и исторической справкой позволит жителям столицы региона больше узнать о Неницком округе, считает инициатор идеи. В городской комиссии по топонимике, увековечиванию памяти, выдающихся событий и личности идею тоже поддерживает. Что интересно, что, наверное, вот так получается, что мысли сходятся. И на комиссии по топонимике, буквально недавно, на двух предыдущих, такое предложение и сами наши краеведы, музейщики высказывали. Это же все-таки память историческая. И мы говорим о патриотическом воспитании. Это и патриотическое воспитание наше население о том, чтобы знать нашу историю. Потому что если мы не будем знать историю, то и что происходит в наших странах ближнего зарубежья. По словам Сергея Никулина, в ближайшей перспективе совместно с сотрудниками Неницкого краеведческого музея планируется составить перечень населенных пунктов, имена которых могут присвоить улицам Наринмара, а также будут подготовлены информационные справки о них. После чего предлагаемые наименования будут внесены в специальный реестр и, соответственно, смогут быть рассмотрены при вынесении вопросов о названии новых улиц. Первыми могут получить название деревень безымянные элементы городской инфраструктуры в микрорайоне Старый аэропорт. Окончательное решение о присвоении названий принимает Совет городского округа. Любовь Пермякова, Вадим Стасюк, Лениц Шишелов, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова